У нас есть правительство? Нет. Вы думаете, у нас есть правительство? У нас нет правительства. У нас нет практически парламента. У нас есть договорняк, у нас есть сходняк, у нас есть все, что угодно, кроме тех людей, которые должны управлять страной. Они сами не уйдут, ребята. Давайте договоримся, что они сами не уйдут. Мы их должны увезти к стране, мы должны организоваться, мы создадим реально координацию гражданского сопротивления. У нас будет десятник, у нас будет сотник, как было на Майдане, у нас будут региональные координаторы, районные координаторы. Мы заставим их назначить новые выборы. Мы будем готовиться все лето. К концу лета мы перейдем к серьезному политическому наступлению. И когда будет новая власть, когда будет новый закон про выборы, можно поменять страну за 70 дней. За 70 дней. Есть метод. Первую же неделю нужно принимать первым законом. Закон про импичмент президента. Если до сих пор не поменяем закон про выборы, то надо поменять закон про выборы. Закон за оборону олигархов, владеющими каналами. Снятие депутатской неприкосновенности и облегчение отзыва депутатов. Наши же депутаты новые должны знать, что это у них. Они первую же неделю людям первое, что должны отдать, отдать ключ от своего депутатства. Их завели люди. Сразу отдай ключ людям. Чтобы не надо потом разводок, через полгода, ну знаете, так не получается. Ключ сразу людям. Создание антикоррупционных судов первую же неделю, чтобы дела НАБУ делать. Отмена залога за коррупционера, потому что по залогу они все гуляют сейчас по всему миру. Доставить закон, который вы разрабатывали, что в обмен на показания можно освобождать на более высоких должностных лиц от ответственности. И, естественно, полностью запретить СБУ, прокуратуре и другим вообще входить в бизнес. Под любым поводом. Под любым поводом. Это их не касается. Вторая сессионная неделя. Облегчение начала бизнеса, свободное движение капитала, полностью переход постепенно к цивилизованным земельным отношениям. Начало не постепенно, за одно месяц можно закончить. 80% всех создания комиссии, которая в течение месяца, с момента создания, то есть на второй сессионной неделе, уберет 80% всех дебильных регуляций. Грузии мы убрали 84% и страна не развалилась. Наоборот, встала на ноги все эти регуляции, которые заставляют наших людей стоять в длинных очередях, бегать от ведомства, унижаться. Должны быть упразднены и тогда бизнес заработает. Отмена всяких абсолютно ненужных государственных уголов. Держпрация. Чем они занимаются? В каждом районе. Таня, какие-то дармейды ходят. Держпрация занимается только тем, что они реально сами себе дают работу. ТАБИ и так далее, которые у нас есть, абсолютно ненужные органы. Вторая сессионная неделя. Упразднение областных державных администраций. Упразднение районных державных администраций. Два раза сокращение госаппарата. Повышение зарплаты и дать реальную зарплату госаппарату. Не будем себя обманывать. Бесплатный госаппарат не существует. Существует коррупционный беззарплатный и зарплатный соответственность. И вот и вся история. Третья сессионная неделя. Надо заняться монополиями. Убрать монополии виллеркой энергии. В первую очередь монополию Ахметова, Григоришина и всех остальных. ЖКХ. Тарифных. Система прозрачная. И моментально тарифы снизятся, как только мы уберем монополию Ахметова и других. И создание прозрачных доступов системы к месторождениям. По гостям Украины. Потому что сегодня их скупает в первую очередь Авака. Это банда. Пашинский. Каноненко и все остальное. Надо облегчать. На третьей же неделе. Бытная реформа. Оставляем только три тарифа. И сейчас 60% таможенные тарифы. Максимальный таможенный тариф 10%. И вводим автоматическое пересечение границы. Не больше 15% груза вообще должны рассматриваться и останавливаться. Все остальное должно уйти. Оформление максимум за 10 минут самого сложного груза. Мы почти сделали это в Одессе. Если в последний момент нам не обещали все вместе. Все коррупционеры. Следующее. Это то, что касается того вопроса, который сам болезнен. Это война. Естественно, принятие закона, во-первых, про реальный статус этой территории. Полностью изменение системы Укроборонпрома. Реальная реформа Министерства обороны. Увольнение старых совковых этих генералов паркетных. И реальное начало серьезного укрепления линии обороны. Потому что сегодня нас убивают каждый день. Следующая, четвертая сессионная неделя. Полностью зачистка указалезницы. Потому что там очень много коррупции. Облегчение строительных разрешений. Доступ свободный к строительным компаниям, чтобы цены на жилье упали. А у нас этот сектор может вообще реально развалиться. Увеличение державных инвестиций, строительства и вообще инфраструктуры вещи. Пятая сессионная неделя. Полностью передача денег пациентам. Через страхование. Полностью передача денег студентам, школьникам, детям, детсады. Через ваучеры. Полностью убираем министерство, обзравы. И создаем ресурс-центры. И через страхование, через ваучеры. Они себе выбирают лучшее образование. И лучшее здравоохранение. И пятую неделю главное, что мы должны достигнуть. За пять недель. Украине должны быть созданы условия. Когда в держааппарат придут полностью новые люди. Державные аппараты будут реальные на разных уровнях. Минимум два-три раза меньше. Административных агентств будет три-четыре раза меньше. Регуляции почти не останется. Таких, которые сейчас убивают бизнес. Правоохранительные органы вообще убираются от бизнеса. СБУ упраздняется. В стране понижаются налоги, зато повышаются доходы. У нас появляются деньги на строительство, на развитие, на оборону. Зачищаем. И параллельно сажаем. Без посадок ничего не будет. Первый же день. Надо привести всех олигархов и сказать. Ребята, все ваши выполненные инвестиционные обязательства. Конечно, не выполненные. А, не выполненные вы. Тогда вот вам счет за 20 лет ограбления Украины. И выход в одну сторону. Или вы уходите в приватные или какие-то тюрьмы. Или вы уходите обратно, но гораздо более облегченные. У вас не останется 90% ваших денег. У вас не останется тени каналов. Вы не можете нас одурманить дальше. У вас там не будет частных армий, потому что мы их всех первый же день разоружим. И эти бандиты будут сами отвечать за то, что делают эти армии. У вас не останется иностранных там офшорных счетов, потому что очень легко оттуда достать. И вам придется возвращать. Вам придется возвращать обнанерго. Вам придется возвращать ТЭЦИ. Вам придется возвращать ваши предприятия, которые реально вы не используете. И мы проведем настоящую, прозрачную, правильную приватизацию. И тогда это все заработает на экономику. А вы не будете к нам ходить и кричать. А у нас плохой рынок. Давайте мне еще дополнительные миллиарды, чтобы вы меня содержали. А доходы я буду получать у себя на Кипре. Но надо наводить порядок. Мы наведем порядок. У этих есть молодые люди. Посмотрите, они есть. Есть люди, которые не такие молодые, как Тополя. Но у которых есть такой задор, реально, задор и энергия, и опыт, и мужество. Что они многим дадут молодым еще, совсем уже юным форму. Вот надо вот из этих людей поднимать Украину. Украина. 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 Украина.